Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале DenZor. И сегодня мой новый ролик, где я выбрался в лес. Я уже довольно долго искал это место, но нашел. Это место, где в принципе более-менее есть сушины для того, чтобы построить землянку. Потому что сегодня я собираюсь строить именно ее. Сейчас я собираюсь снять слой травы, чтобы потом копать вглубь. Если что, землянка примерно будет 3х3, ну максимум 3,5, скорее всего, в длину и 3 в ширину. Первым слоем уже начну снимать траву, и мы на это посмотрим. Ребята, давайте поддержим меня лайком, погнали! Я уже, ребят, копаю довольно давно. Если быть точным, я копаю уже по времени, сейчас скажу, 2 часа 30 минут. Время едет очень быстро, на самом деле. И сегодня я с собой взял пырицу, то есть сделал дома шашлык, замариновал. И сегодня я хочу сделать шашлычок. Самое сложное – это выкопать вверх. Еще не полностью расширил так, как надо, но все в темпе идет, и поэтому все будет окей. Поэтому сейчас приготовим шашлык, чтобы с полными силами, с полным зарядом еды, потому что пока он приготовится, можно еще копать. Короче, ребят, я понял, что огонь лучше без присмотра не оставлять, так как просто посмотрите на эти вот разгорающийся мох. Так как, смотрите, оставлю я и буду копать, будет просто, ну, мне кажется, это очень плохо будет. А мне не хочется, чтобы лес горел, поэтому я буду сейчас тушить по бокам. Маленький огонек – все это очень опасно. То есть ветки все убираем. Яму лучше делать поглубже, потому что, ну, все это очень опасно. В общем, за мной не повторяйте. Кстати, что касается землянки, я не строитель, я не инженер ни в коем случае. За мной повторять не надо. Кстати, ребята, вот с собой мясо взял. Мясо курица, филе обычное. Кстати, костер до сих пор пытается сделать пожар, но ни в коем случае не позволяю я ему это сделать. Потому что будет очень плохо, если лес, я же очень обожаю леса, и если что-то с лесами случится, будет очень жалко, конечно же. В общем, смотрите, я сейчас подготовлю мясо, насажу его на палки и положу его, когда уже угли прогорят, между этих вот двух бревен. А эти бревна, сами эти бревна подвину еще. И получится довольно прикольно, точнее вкусно, в первую очередь. В общем, первый шампур готов. По мне так получилось все просто идеально. Сейчас сделаю остальные шампуры. Мясо готово уже. Я попробовал его, оно просто замечательное. Ммм, она сочная. Я, честно говоря, думал, вот раньше думал, когда я вообще не брал курицу в качестве шашлыка, думал, что она должна быть сухая, такая невкусная, безвкусная почти. Но я, по ходу, сильно ошибался. И, по ходу, точно ошибался. Очень вкусно, ребят. Честно говоря, копаю я очень долго. Ну, пока параллельно костер горит. Но эффекта особо прям так, чтобы видно было и нету. Время все летит. Я уже многое довольно накопал. Но все накопать за один день сами понимаете, очень сложно и почти даже невозможно. Вот что у меня получилось сейчас. Пока что. Ну, яма такая примерно по колено в среднем. В принципе, это нормально на сегодня. Потому что тут будет 4 кубических метра примерно. Это тоже неплохо довольно. Это довольно много, скажем так. Потому что земля тяжелая. Ну, она менее тяжелая, чем та же глина там. Но все равно. Почему-то у меня не получилось, да. Сегодня уже немножко темнеет, скажем так. Сейчас я буду собираться. У меня много вещей есть у меня с собой. Кстати, сегодня я не рассказывал, но брал с собой. Брал с собой 1,5 литра воды. Это я выкину обязательно. И еще 5 литров. Пока что у меня ушло воды. Еще и здесь половина, по сути. И когда соберусь, повезу на электричку. Она довольно недалеко отсюда. Потому что я, получается, шел вдоль путей электрички. И потом поворачивал в лес. То есть там, где мне показалось, что это будет хорошая идея, чтобы строить землянку. То есть у меня были некоторые критерии, по которым я хотел найти место это. То есть один из этих критерий, чтобы это было небоотецное место, естественно. Потом, чтобы это было место, где довольно много варежника. Это я тоже нашел. То есть все-таки окей. И еще это место должно быть безлюдным почти. Но нет. Я сегодня встретил как минимум двух людей. Они были грибниками. Там они ищут грибы, там собирают ягоды разные. И вот как-то... То есть я, по-любому, сами понимаете, их встретил. То есть, чтобы их не встретить, то вообще это... Это очень сложно. Я не знаю даже, когда надо пойти, чтобы их не встретить. Поэтому, ребят, это почти невозможно. Я скажу так сразу. Но я то, что смог, то сделал. В общем, ребят, поэтому на этом было все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Поставь лайк. И, пожалуйста, жди моего следующего ролика. И сразу же влепи на него тоже лайк. Прямо моментально залетай. Не знаю, когда он будет именно. Но просто залетай и влетай. Просто ставь ему лайк. И о чем не сожалею. Все. Пока.